Время возможностей ЮГРА присоединилось ко всероссийской ярмарке трудоустройства. Консультационные площадки сегодня открылись по всему региону. Более 120 работодателей представили порядка 850 вакансий. На одной из таких побывала наша съемочная группа. Вакансии, заработная плата и социальные гарантии на площадке крупной организации города, такие как дорожно-эксплуатационное предприятие, водоканал и Северричфлот. Нам требуются работники судоводительской специальности, судомеханики, мотористы-рулевые, мотористы-матросы. Наша компания обеспечивает полный социальный пакет, организовываем бесплатное коллективное питание на судах, оплачиваем ежегодные прохождения медицинских комиссий. Михаил Зиновьев сопровождает ребят из Центра реабилитации и помогает им пройти собеседование. По его словам, найти организацию, где принимают людей с инвалидностью, достаточно сложно. Но на ярмарке такой работодатель есть. Сейчас мы провели переговоры, определили несколько кандидатур для трудоустройства и в последующем мы созвонимся, встретимся и попробуем что-то сделать. Это не просто подбор работы, а мы рассказываем о других возможностях, которые предоставляет Центр занятости по развитию своей карьеры. Такие направления, как переобучение, возможно, кому-то понадобится профориентация. Рассказывает и о возможности получить субсидию на открытие своего дела среди тех, кто воспользовался такой поддержкой от Центра занятости, Дарья Серова. Получила выплату, закупила расходные материалы, косметику, оборудование для студии. Вот все в процессе работы. Региональный этап ярмарки трудоустройства стартовал в каждом муниципалитете округа. К примеру, в Нягоне почти 40 работодателей представили предложения для соискателей. Проводят консультации, в первую очередь, для студентов. Мероприятие станет традиционным и поможет снизить уровень безработицы. К слову, ситуация на рынке труда в Югре сегодня и так благоприятная. Если говорить конкретно о цифрах, то уровень регистрирования безработицы составляет 0,37%. И вот в этом отношении количество вакансий, оно тоже достаточно высокое. Порядка 22 тысяч вакансий в целом по округу на сегодня. Ярмарка работы России «Время возможностей» проходит впервые. В июне состоится федеральный этап. Для соискателей представят вакансии уже из всех регионов страны. Марина Слезнева, Евгения Самойлова, Вадим Черняев, Николай Чащин. Вести Югория, Нягонь, Ханты-Мансийск.